всем большой привет сегодня я хочу записать тэг нашла интересный тэг имя автора я не нашла я так понимаю девушка это не видео блогер на блогер и оставлю все ссылочки внизу в инфобоксе вы можете посмотреть сегодня у нас выходной день у меня есть время и поэтому я решила вместе с вами повышевать кстати хочу всех вас еще раз поздравить с новым годом и с рождеством христовым счастья любви вам конечно же здоровья ну и побольше времени на любимое хобби я буду вышивать моих котов мои коты последнее время занимают центральное место в моем рукоделии потому что я неоднократно уже вам говорила что уведу эту работу на завершение и как видите в каждом видео когда я показываю какие-то включения мелькает эта работа есть какие-то продвижения и вот на данном этапе я наконец-то завершила мой третий фрагмент и перешла уже на первый фрагмент перекрутила основу и работа уже стоим листом схемы ну вам конечно сейчас не видно такой ракурс у меня здесь покрупнее все показано небольшое такое предисловие приготовила себе ниточку и колочку где буду вышивать и начнем первый вопрос болели ли вы вышивальной депрессией в ходе которой не вышивали длительное время вот именно вышивальной депрессии я никогда не болела но я болела усталостью были такие моменты в моей жизни когда я очень сильно уставала от работы что мне не хотелось вышивать потому что была вышивальная депрессия не хотелось вышивать а просто я не могла вышивать как говорится не двигались руки и ноги да такие моменты были в моей жизни но вообще с вышивкой вот с того момента когда я с ней снова встретилась в 2013 году я начала так более осознанно и активно вышивать вот с того самого момента я вот не представляю свою жизнь без вышивки мне кажется что это хобби будет со мной всегда хотя никогда не говори никогда все может очень сильно измениться поменяться интересы и хобби может тоже измениться это не исключено и вот в такие моменты думаешь делаешь запасы закупаешься наборами ящиками основы покупаешь различные все надо нитки все собираешь во всех палитрах дмс анкора пнк гамма не знаю клиники а потом раз поменяется настроение хобби и все и куда потом все это девать раз продавать только до представляете но я пока себе этого не представляю и наборчики свои все очень люблю и надеюсь что год за годом планомерно я потихонечку и буду отшивать я надеюсь что наши жилищные условия когда-нибудь все таки улучшится у нас своя квартира но такая маленькая квартирка так как работ на вышивалась уже многое план нужно уже задумываться в большом доме да это вот такие вот запросы у нас рукодельниц нужен дом уже побольше чтобы было куда вешать все все картины так отвлеклась и немножко темы давайте посмотрим на следующий вопрос моменты жизненных трудностей вы вышиваете и отвлекаетесь или же не берете гулку вообще моменты жизненных трудностей моменты жизненных трудностей я стараюсь конечно решать эти трудности какие бы они ни были то есть я концентрирую внимание на решение этих трудностей не знаю это могут быть какие-то консультации с какими-то людьми но я не знаю как какие могут быть разные трудности но а в плане конечно же психологического до эмоционального точнее вышивка конечно помогает справляться с различными трудностями особенно новые процессы мы все это знаем есть плохое настроение открыл набор полечился особенно покупки даже не так как новый процесс а покупки сразу все лечат нет настроения хандра накупил всего и пришло в дом счастья все кстати до покупки вот меня очень очень меня лечат вдохновляют сразу такой стимул много всего нового нужно организовываться и поскорее вышивать так следующий вопрос было ли такое что вы загорелись и заказали рукодельный набор в интернете но потом резко охладев или же не было денег не забрали свой заказ в итоге вам больше не высылают наложенным пластижом заблокировали вас вы сами больше не пользуетесь данным сайтом так как стыдно обычно когда я делаю заказы захожу в интернет-магазин я конечно более-менее представляю что я хочу купить и более-менее делаю осознанно покупки да но есть такие моменты когда что-то нравится спонтанно увидел загорелся и вроде бы хочется но потом через несколько дней действительно проходит этот запал и понимаю что этот набор тоже отправится в огромную-огромную очередь и нет смысла покупать сейчас еще один такой же наборчик в таких случаях я отказываюсь это редкий случай и но я могу как бы написать что мне интересно а цена туда-сюда потом да могу извиниться отказаться от от брони и я считаю это нормальное потому что ну у всех такое может быть и мы когда приходим в магазин не все же покупаем к чему прикоснулись до нужно время чтобы посмотреть и оценить и даже на любую покупку есть обязательно возможность ее возврата все может быть но те заказы которые я делаю я все оплачиваю причем у меня система такая так как я за границей у меня стопроцентная предоплата и иногда конечно волнуешься ждешь переживаешь все-таки может посылка потеряться я либо еще какие-то ситуации новые сайты незнакомый продавец стопроцентная предоплата и могут деньги пропасть но такого у меня никогда не было я вроде бы как немножко рискованный человек в этом плане смело доверяю делаю заказы и ну никогда у меня еще не встречались какие-то моменты чтобы мне ничего не отправляли такие вот дела делились ли вы авторскими схемами которые покупали остатками от наборов с подругами или близкими людьми ваша позиция по данному вопросу ну тема авторского права она часто раньше поднималась на youtube да действительно нам нужно привыкать и уважать авторское право но другой стороны я тоже понимаю девочек у которых нет возможности приобрести какие-то схемы на какие-то дорогие наборы ну здесь почему бы не поделиться в каких-то единичных до случаях ну а вот если схема или набор они сняты из производства вот такими схемами я делюсь и не считаю что здесь нарушена авторское право если производитель автор снял данную позицию с производства то он уже как бы заявляет что он не собирается с этой позиции зарабатывать как бы деньги да ну ну я вот так понимаю такими схемами я делюсь причем я делюсь на своей странице в контакте редкими схемами кто-то благодарит кто-то пишет как вам не стыдно выкладывать схемы ну вот те дизайны и наборы которые сняты с производства я не считаю что они защищены авторским правом я их этими схемами могу делиться те дизайны которые схемы которые еще защищены авторским правом я стараюсь конечно не распространять нигде я не выкладываю в контакте в каких-то соц сетях но если человек сильно просит я знаете не могу отказать я делюсь ко мне бывают заходят девочки ну просто зрители да с которыми я в общем то не знакома что-то просят я делюсь стараюсь конечно делиться но в умеренных рамках если начнут сейчас все обращаться все все просить конечно наверное не смогу вести продолжать вести свою позицию а иногда если кто-то обращается я делюсь так следующий вопрос подкрадывалась ли вам мысль что вы потратили столько денег на хомяка нитки на вышивальное время и что все это могли бы вложить потратить на другие вещи такие как путешествие одежда учеба и так далее ну наверное да мы все оцениваем наши затраты материальные и временные на наше хобби мы понимаем что мы тратимся наше хобби это затратное хобби а хобби блогера снятие видео еще более затратное по времени и в материальном плане тоже потому что нужны разные аксессуары украшения камеры программы для монтажа еще более затратное но это наше хобби человеку нужно иметь свою какую-то игру в жизни не просто работать и и просто жить да вот ради работы для кого-то путешествие и вещи сумки это тоже хобби ну сколько нам нужно сумок сколько нам нужно обуви или курток все это тоже какое-то развлечение так сказать создание для себя настроение вот к примеру хобби моего мужа он у меня охотник ну там затраты еще больше чем у меня затраты собаки оружие патроны нужно каждую субботу и воскресенье они выезжают с друзьями за город на охоту бензины ну все все это тоже затраты ну это необходимо для нашей жизни чтобы жизнь была насыщенной наполненной чтобы сидеть на диване смотреть телевизор я конечно не поддерживаю это хобби я больше так так сказать за животных но он у меня такой охотник я его называю эколог он больше выходит с собакой на прогулку чем кого-то приносит домой ну и то живьем не приносит обычно отдает тоже друзьям готовит и приносит уже готовое чтобы в доме не было ни пуха ни перьев ничего вот поэтому конечно затраты есть на хобби но наше хобби оно не самое затратное а вот есть конный спорт там представляете какие затраты чтобы содержать лошадку на всю экипировку на соревнования любое хобби какое бы вы не взяли любое хобби будет очень-очень затраты вот а наши нитки и тряпочки это вообще очень экономное хобби ну если не не сходить с ума но я думаю каждый сходит с ума в рамках своих возможностей вот сколько есть возможность потратить денег и выбросить их на ветер скажем так так люди и тратятся ну есть возможность слава богу если нет возможности то наше хобби самое-самое экономное вот сколько мы вышиваем наш набор два-три месяца один набор самый дорогой стоит сколько 50 евро да ну пусть там Dimensions какой-то не знаю 50 евро да простой набор на три месяца но дешевле хобби уже не придумаешь вот честно поэтому нечего нам жаловаться мы девочки конечно очень совестливые очень аккуратно подходим ко всем затратам но наше хобби на самом деле самое-самое экономное наверное так возникает ли у вас чувство разочарованности если картина которую вы долго и с упоением вышивали не понравилась вашему близкому человеку друзьям вы повесите ее так значит я вышивала и никому ничего не понравилось в итоге а повешу ли я ее если она мне нравится я ее повешу мне не важно кому там что не понравилось но если я ее вышивала и потом и мне не понравилось но я ее не повешу но в утешении у меня останется то что я получала удовольствие от вышивки конечно это такой очень редкий мне кажется и сложный момент ну не сложно скорее всего самый редкий момент когда ты вышиваешь и в итоге довышивал и тебе ничего не нравится наверное такое случается у начинающих рукодельниц когда еще опыта мало может быть какая-то скачанная схема с интернета какой-нибудь прогон шьешь и в итоге понимаешь что получилось ерунда ну а так опытные рукодельницы мы уже все все знаем выбираем схемы обдумано с толком я думаю что у нас таких нет вариантов чтобы лично нам не понравилось но если кому-то не нравится что поделать бывает и такое так сейчас я подготовлю значок точнее подготовлю иголочку и ниточку к новому значку такие вот паузы следующий вопрос было ли такое что результат долгой работы над вышивкой в итоге вас разочаровал например при стирке полиняли нитки бисер канва или же просто разочаровал сюжет так разочарование вышивки были ли у меня разочарование вышивки надо вспомнить да у меня было несколько разочарований вышивки да 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 вспомнила первое разочарование не то чтобы прям разочарование ну такое расстройство неприятная ситуация была с полинявшими нитками когда-то давно по моему еще в четырнадцатом году я вышивала работу от фирмы думы крафт это был оригинальный набор там четыре сезона я вышивала зиму кстати эти дизайны недавно вышивала Марина Прокопенко ну не по моему чуть поменьше каунтом был поэтому меньше работы получились мне на четырнадцатом я вставлю вам картинку я думаю что я найду я вставлю картинку вы посмотрите какой работе я говорю вышивала я ее по оригинальному набору в конце когда постирала у меня полиняли синие нитки причем полиняли так хорошо пошли они на беленькую звездочку вверху и да это было расстройство мне пришлось отстирывать как-то это выводить но все равно легкая синь осталась данную работу я оформила в подушку причем очень удачно я ее оформила и эта подушка каждую зиму украшает наш диванчик я ее очень люблю когда я делаю подушки я делаю всегда у одной швеи и она делает большие подушки такие где-то 45 на 45 см 50 на 50 такие хорошие чтобы обнял и было тепло и приятно у меня несколько подушек сделано вот этой девушки и я всегда привожу оставляю ей вышивку и она на свой вкус оформляет я даже никогда не участвую в оформлении в ткани в подборе она очень красиво все подбирает у нее свой магазин мы с ней подружились и уже много лет я пользуюсь ее услугами но не так часто потому что все-таки больше картины вышиваю но тем не менее когда что-то есть я всегда к ней приезжаю вот был у меня такой опыт следующий опыт разочарования у меня был с вышивкой бисера я покупала несколько наборов от Чаривна мыть бисер там такие ракушки красивые с нанесенным фоном и когда я все вышила мне почему-то это не очень понравилось и работы отложились мне хотелось какой-то большей реалистичности хотя вот сейчас я их открыла посмотрела эти вышивки мне очень нравятся единственное что у меня нет какой-то тематики чтобы их оформить и повесить в морской теме точнее есть у меня работа в морской теме но в доме как-то у меня нет какого-то уголка чтобы можно было там разместить работы на эту тематику вот ну по первому итогу когда я вышла эти работы я сначала разочаровалась теперь конечно разочарование прошло больше у меня разочарования не было в принципе мне везет у меня ничего не линяет у меня все хорошо поэтому поэтому переходим к следующему вопросу исключали вас из рукодельных групп как говорится без суда и следствия то есть вы заходите на свою социальную страничку а у вас уведомление что вас заблокировали вообще у меня таких ситуаций никогда не было с блокированием я состою в нескольких группах вконтакте но я не активный участник я просто так сказать зритель пользователь и это группы в основном магазины иногда захожу просматриваю ассортимент вдохновляюсь нет не было никаких таких казусов не было поэтому здесь у меня все мирно так сказать покидали ли вы сами рукодельные группы укажите причину рукодельные группы нет вообще-то я такой человек ни от кого не отписываюсь практически единственное что в ютюбе я могу отписаться от кого-то если кто-то поменял тему своего канала то есть был канал о вышивке а стал о кулинарии или там еще на какую-то другую тему мне уже стало естественно неинтересно и я тогда отписываюсь от этого человека а так если человек просто перестал снимать свои видео но канал еще существует я не отписываюсь потому что у всех могут быть в жизни такие моменты паузы когда рождаются дети еще какие-то семейные обстоятельства и человек на время перестает вести канал но я не отписываюсь потому что человек может вернуться и снова продолжать снимать видео показывать интересные работы меня это не беспокоит то что канал так сказать пока временно неактивный мне же в ленте не попадаются разные видео которые пачкают мою ленту я не могу найти полезную информацию только такие каналы от таких каналов я отписываюсь а от других каналов не отписываюсь и на самом деле у меня очень-очень много подписок вот если зайти и посмотреть у меня там наверно больше тысячи всех на кого было я на всех подписана вот такие вот у меня дела весят ли вас правила обязательства рукодельных групп например обязательное участие в совместниках испытательный срок никогда я не встречалась с такими группами нет опыта поэтому не могу здесь ничего вам сказать было ли у вас впечатление отшивая очередной совместни в группе что в итоге вышли какую-то фигню которую думаете куда применить хотя это время могли бы посвятить на более интересный сюжет и которые не отшили одновременно энное количество человек ну я наученная на опыте других рукодельниц я в такие авантюры не вписываюсь я прекрасно понимаю что мое время я не хочу тратить просто вот вышивая что-то непонятно что единственное я могу сказать положительный опыт о марафонах один раз в своей жизни я участвовала в группе вконтакте участвовала в марафоне по-моему это целый месяц был этот марафон у нас было несколько групп 5 или 6 групп в каждой группе по-моему по 7 человек я уже точно не вспомнила всю информацию вот смысл в том что нужно было каждый день вышивать выдавать свою норму крестиков капитан группы считает эти крестики и идет соревнование между группами проходят такие баттлы между участниками групп кто больше вышьет крестиков за день разные задания и вот за этот месяц когда я была участвовала в марафоне я на самом деле вышила по-моему две работы за месяц хорошие большие работы потому что марафонилась сидела вышивала вышивала старалась торопилась не просто так расслаблена а вот именно на результат и это очень круто на самом деле помогает получить хороший результат но я потом очень сильно устала да устаешь в таких марафонах но полезно как вы думаете почему ставят больше оценок и лайков и даже комментариев на какие-то простенькие или милашно няшные работы чем на более трудоемкие шедевры опять же оценка 5 вместо класс в одноклассниках ну в одноклассниках я не бываю вообще поэтому я не знаю как там происходит какое там общее настроение если судить по ютюбу ну я так себе могу предположить да это вот мое мнение я конечно не утверждаю мне кажется что няшные работы почему больше лайков но если это так я не уверена конечно возможно если это так то я могу предположить что человек кто вышивает все эти няшные работы он просто часто выпускает видео да и интересные видео поэтому есть образовался круг зрителей кому-то интересно когда видео выходят часто интересней их смотреть люди уже ждут а большие работы вышиваются долго и сложно и продвижения видны не сразу далеко не сразу то есть ее можно оценить именно по завершению самой работы и такие каналы имеют очень мало зрителей потому что зрителю тяжело ждать и наблюдать за когда вышлится эта работа и я думаю только поэтому могут быть может быть меньше число лайков не потому что работа не оценена потому что ну зритель не дождался этой работы да тяжело ждать и поэтому небольшое количество зрителей у канала но это мое такое мнение предположение может быть конечно как то это и по другому но вообще если брать как оценку работы я думаю что большие работы их ценят все все понимают что это большие трудозатраты чтобы выполнить эту работу и работы конечно же они всегда красивые сейчас научились делать схемы это не так как раньше были прогоны и это бросалось в глаза сейчас схемы все очень красивые проработаны и если работа выполнена то конечно же она получает массу лайков и аплодисментов но если что может быть у человека мало подписчиков поэтому кажется что вроде бы работа осталась незамеченной но на самом деле я думаю что такие работы всегда будут в преимуществе так я немножко потерялась где я что я тут вышиваю мне нужно закрепить ниточку сейчас я вернусь следующий вопрос не возникает ли у вас чувство потраченного времени просматривая рукодельный youtube сидя в тех же рукодельных блогах сетях рассматривать чужие работы но при этом не уделяя достаточно внимания своим да youtube конечно он затягивает очень много интересных видео и конечно же хочется вышивать и смотреть видео и поэтому youtube затягивает соцсети тоже затягивают и здесь нужно быть очень аккуратным сильно не увлекаться а наверное как то себя контролировать ну я в других соцсетях не очень сильно провожу там много времени вконтакте я захожу просматриваю ленту новостей мне интересно посмотреть работы девочек как продвигаются работы какие новинки попадаются иногда выгодные предложения на покупку вот поэтому я ленту вконтакте просматриваю но обычно это с телефона быстренько посмотреть не сильно уделяя времени ну а youtube обычно идет фоном youtube я люблю смотреть потому что youtube он заражает своей рукодельной атмосферой да когда посмотришь у кого какие вышивки работы новинки покупки сразу хочется вышивать вот я когда настраиваюсь на завершение работы я всегда стараюсь смотреть видео о рулонах о готовых работах насмотрюсь готовых работ и думаю так все надо скорее завершать работы вышивать быстрее покупки конечно это очень опасное видео потому что что-то увидел тоже загорелся и сразу хочется бежать и делать тоже покупки конечно стараюсь как-то в мире на их смотреть потому что я человек действительно впечатлительный и у меня часто такое происходит я у кого-то что-то увижу особенно отшивы меня впечатляют если мне понравился отшив ну все я бегу сразу себе покупаю такое же вот такая вот ситуация с ютубом как считаете не воруют ли ваше хобби в ваше время которое вы могли бы потратить на себя свою семью в частности уделить больше внимания ребенку но ребенка у меня пока нет своей семье я мужу своему уделяю достаточно времени да конечно хобби сильно затягивает и с этим тоже нужно быть очень аккуратным но последние два года я мое хобби старалась держать в рамках и занималась обучением самообразованием так сказать уделяла время еще и на другие сферы жизни но все равно без хобби никак просто нужно стараться как-то время распределять правильно гармонично чтобы и хобби было и никого не обделять временем если кому-то сложно вот так спланировать время нужно тогда вести планер по времени сколько часов вы можете в день вышивать тогда я думаю будет наглядно кому и сколько вы уделяете время я обычно вышиваю вечером когда уже все дела сделаны после работы 2-3 часа мои поэтому я точно знаю что я никого не обделила вот так следующий вопрос было ли хоть раз ваше хобби причиной раздора с вашими родными и близкими хобби нет не было никаких раздоров у нас все мирно и напоследок если вам все вернут назад вы бы посвятили бы себя рукоделию да конечно посвятила бы и не просто посвятила бы я посвятила бы себя рукоделию даже раньше мне даже обидно почему я раньше не стала вышивать я бы больше работно вышивала у меня был бы уже больше рулон да хобби это хобби это то что греет душу то что ударит эмоции это не работа это не обязаловка это действительно то что очень очень нравится вот вопросики у нас закончились интересный был тег я надеюсь вы тоже повышивали провели время с пользой и интересом ну а на этом у меня все я желаю вам хорошего настроения конечно же до новых встреч и всем пока пока не пока не